Путин пообещал вмешаться в следующие выборы президента США и уточнил, чтобы всем было точно смешно. Саркастическая реплика прозвучала на российской энергетической неделе в Москве. При этом президент не против публикации стенограммы его переговоров с Трампом. Он также критически отозвался о выступлении в ООН юной активистки Греты Тунберг. Highly likely. Владимир Путин в шутку пообещал вмешаться в выборы президента США. Саркастическая реплика российского лидера прозвучала на форуме российской энергетической недели в Москве. В ответ на вопрос журналисты Путин назвал о предположении о гипотетическом российском вмешательстве смешными и отметил, что расследование спецпрокурора Мюллера не выявило доказательства сговора Трамп с Москвой. Также президент России ответил на вопрос о возможной публикации стенограммы его переговоров с Трампом и рассказал о своем отношении Грете Тунберг. О возможной публикации его разговора с Дональдом Трампом. Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь, а прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован. И я всегда исхожу из этого. Поэтому вот когда там пытались какой-то скандал опять очередной раскрутить по поводу нашей встречи с президентом Трампом в Хельсинки, мы прямо сказали администрации. Ну если кто-то хочет что-то узнать, опубликуйте, мы не против. Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа. О гипотетическом российском вмешательстве в выборы в США. Highly likely. Мы это уже слышали. Он не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно. Ну или было бы так смешно, если бы не было так грустно. Потому что вот все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, разрушает российско-американские отношения. И я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам. Россия пытается осуществить вмешательство в выборы в США, запланированном на 2020 год, как утверждает Мюллер. По секрету, сам скажу. Да, обязательно будем это делать. О Грете Тунберг. Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Вы знаете, то, что молодые люди, подростки обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо. Их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то используют в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать. Я не утверждаю, что это тот самый случай, но внимательно нужно дальше следить за этим. Ведь никто, Грете, не объяснил, что современный мир сложен, многообразен, быстро развивается. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции. А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию солнца, которой в Африке достаточно? Кто-нибудь объяснил, что это стоит? Среди прочего, Путин также прокомментировал развитие ситуации на Украине, возможные подвижки по разрешению кризиса в Донбассе. Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но прежде всего, конечно, нужно решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, цитирует российского президента РИА Новости. Реакция Киева настораживает, так глава МИДа Сергей Лавров высказался по поводу заявления из Украины после подписания формулы Штанмайера. Ранее в Раде потребовали от глав МИДа и Генштаб Украины разъяснения от Зеленского по формуле. Экс-президент Украины Порошенко заявил, что согласившись на формулу Штанмайера, Киев добровольно отказался от плана по выполнению Минских соглашений. Бальковщина называет формулу «невдопустимой для Украины, угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитет страны». В голосе певца Ава Курчука говорят, что Украина должна сначала вернуть контроль над Донбассом, а потом уже проводить выборы. Местная оппозиция будет использовать этот повод как на полную катушку, уверен украинский политолог Петр Алищук. Я думаю, что будут попытки с разных сторон использовать это все в качестве политической темы. Но опять-таки все будет зависеть на самом деле не от этого подписания, а от грядущей встречи в нормандском формате. Поскольку сама по себе эта формула, ее подписание самостоятельной ценности не имеет. Есть момент заявления от Москвы, скажем так, на осторожность реакции некоторых сил в Киеве на новость о формуле Штанмайера. «Ну мы должны понимать, что это для сторонников и для окружения Порошенко, это не то чтобы шанс вернуться в большую политику, но, скажем так, тема, которую они могут попытаться обыграть. Ключевой момент президентской кампании Порошенко остался вокруг того, что только он может отстаивать интересы Украины, в том числе и в переговорах, так называемом, в нормандском формате. И, соответственно, я думаю, что его сторонники попытаются использовать это в качестве такой иллюстрации, что, смотрите, ушел Порошенко и сразу же начались уступки в плане национальных интересов страны». Петр Алищук. После подписания формулы Штанмайера изучат самые разные оценки. От нового шага к нормандскому формату до угрозы нацбезопасности Украины. Совместное заявление по формуле Штанмайера сделали в ДНР и ЛНР. Главы республик Денис Пушилина и Леонид Пасечник заявили, что согласие Киева с формулой это признание за народом Донбасса право самому определять свою судьбу. Отрегировали на подписание в Кремле. Дмитрий Песков назвал это позитивным фактом и заверил, что Кремль надеется на скорейшее согласование и даты проведения саммита в нормандском формате. К слову, трехсторонняя контактная группа согласовала еще один указ, как заявил спецпредставитель ОВСЕ по Украине Мартин Садик. Разведение силы средств на участках Золотой и Петровской в Донбассе намечено на 7 октября. Все это можно расценить как сигналы положительные, отмечает зам заведующего кафедры и стран постсоветского зарубежья РГГО Александр Гущин. Я думаю, дальше проще не будет. Дело все в том, что это действительно определенный шаг к созыву формата нормандского встречи. Я думаю, что это в целом позитивный шаг для эскалации ситуации. Это шаг к возможному разведению сил сторон, о чем Зеленский вчера и сказал. С одной стороны, это такой косметический, хотя и важный шаг к миру, но я считаю, что Минские соглашения, они сами по себе нуждаются в дополнительном инструментарии, потому что это слишком общий документ. Формула Штайнмайера как бы это мостик к созданию этого дополнительного инструментария. Но дальше есть очень много вопросов, дискуссионных. Как будут проводиться выборы? Какой будет особый статус и будет ли он в Конституции закреплен? Какие будут параметры этого особого статуса? Как будет передаваться граница? Это важный шаг, на который прошлое руководство не шло и не пошло бы никогда в лице Порошенко. Вот этот шаг наверняка вызовет в украинском обществе и политических элитах такое беспокойство, особенно со стороны радикальных кругов и правых националистов, партии Порошенко и так далее. Да и многие прозападные силы, которые ориентируются там, условно говоря, на соросовские круги, на демократические круги, они вряд ли рады этому явлению. Дальше будет сложнее. Поэтому в качестве основного варианта пока преднестравизация конфликта и замороженный конфликт с вероятностью разведения сторон и долгие политические переговоры. Александр Гущин. Подписание формулы Штанмайера вызвало акции протеста в нескольких городах Украины. Во вторник вечером у здания Всепрезидент прошел митинг. По сведениям агентства Украинфорума, несколько десятков человек в Запорожье и Харькове устроили свои акции у здания СБУ, а во Львове националисты и ветераны войны пиктировали здания СБУ Украины. Напомню, формула Штанмайера определяет, как будет внедряться особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Киев примет закон, по которому на территориях ДНР и ЛНР пройдут выборы. В этот день вступит в силу временное положение об особом статусе Донбасса. На постоянной основе закон начнет действовать при одном условии, если наблюдатели ВСЕ согласятся, что выборы о самопрозглашенных республиках прошли законно и отвечают требованиям демократии. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Российская экономическая неделя». Главной темой обсуждения стало энергетическое партнерство, в рамках которого участники затронули процессы международного сотрудничества. Выступая перед участниками форума, президент подчеркнул, что российские энергетические компании всегда работали по правилам. И здесь на первый план выходит надежность и предсказуемость поставок, работа по общим прозрачным правилам, свободным от недбросовестной конкуренции политической обертки, когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность энергетических компаний или их партнеров. Но и в этих условиях мы демонстрируем ответственный деловой подход, в том числе в отношениях с нашими многолетними партнерами в Европе. Убеждены, как бы не кипели эмоции и страсти, какие бы нечистоплотные приемы не использовались против нас, надо руководствоваться фундаментальными принципами прагматизма, надежности, видения общего будущего. Мы и намерены, и будем поступать именно так. Владимир Путин также акцентировал внимание на участие России в новых энергетических проектах. Они носят исключительно коммерческий характер, без политической подоплеки, говорит Владимир Владимирович. Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении. Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопроводы «Турецкий поток», «Северный поток», морской участок «Турецкого потока» завершен. Идут работы на суше. «Северный поток-2» также строится по графику. Уже проложено свыше 82% маршрута. Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть. Здесь нет никакой политической подоплеки. Задача этих проектов – диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы. Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий. Не остались без внимания и темы внешней политики. Так глава российского государства прокомментировал разведданные США об атаке Ирана на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Позвольте уточнить, то есть вы принимаете объяснение Ирана, поскольку вот разведывательные службы США, мне всякого сомнения, уверены в ответственности Ирана за атаку? Разведывательные службы США обслуживают внешнюю политику этой страны, но они пока не представили никаких доказательств. Среди прочих в пленарной сессии также приняли участие генеральный секретарь организации стран экспортеров нефти, глава британской нефтегазовой компании BP и руководитель финского энергоконцерна Fortum Corporation. Продолжение следует...